Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас опять ночью шел снег, но, правда, его было немного. Улицы почищены чуть-чуть, хотя как-то не так все радужно, как вчера вечером смотрелось. Сегодня на поездке дня у нас вопрос о том, можно ли, и, имея на руках сертификат отбора провинциального, приехать в Канаду для того, чтобы заняться плотненько поиском работы и, соответственно, параллельно проходить федеральный этап? И да, и нет. При этом да, такое очень слабенькое. Что я имею в виду? Приехать по туристической визе в Канаду и заняться поиском работы можно. Никто вам это запретить сделать не может, понимаете. Однако я слышал неоднократно, что если человек находится на этапе получения миграционной визы, то канадские миграционные власти, миграционный офицер в частности, не очень охотно дает визу. Я не знаю, с чем это связано. Честно говоря, для меня это немножко дико, потому что если человек находится на миграционном процессе, в миграционном процессе, если человек, допустим, уже прошел его частично, и, скажем, если он, тем более, имеет на руках уже федеральный провинциальный сертификат отбора, то, в моем понимании, это уже 90% того, что он окажется в ближайшее время в Канаде. Потому что, по большому счету, как я уже говорил, федеральный этап, он во многом формальная такая часть процесса, потому что тебя проверяют на медицину, тебя проверяют на безопасность. Все. Если у тебя никаких проблем не с безопасностью, то есть с криминальным прошлым, со службой спецслужбов и так далее, и если проблем со здоровьем нет, то на 99% ты получаешь иммиграционную визу в паспорт. Ну и, соответственно, мне непонятно, почему. Почему иммиграционные офицеры отказывают тем, кто находится в процессе. Но статистика такова, и информация, которая есть у меня, такова, что дают очень-очень редко, как правило, отказы. Поэтому, с одной стороны, вы можете податься на туристическую визу и приехать сюда для того, чтобы заниматься своими делами, а с другой стороны, там, риск выше среднего того, что вам откажут в получении туристической визы. Поэтому вот здесь вот такая вот история. И теперь, что касается ожидания федерального процесса, находясь в Канаде, это точно невозможно по той простой причине, что когда вы даете документы на иммиграцию, вы всегда везде указываете, через какое посольство будет рассматриваться ваше иммиграционное дело. Соответственно, если вы подаетесь, допустим, в Киеве, или, там, не знаю, в Москве, или в Варшаве, то в течение всего времени, что вы проходите иммиграционный процесс, ваши документы, точнее, будут находиться исключительно в том посольстве, которое было указано, заявлено, и куда были отправлены документы на самом начале, в самом начале процесса. Поэтому вы не можете приехать в Канаду, ждать, что там параллельно будут проходить иммиграционные процессы. Вам всегда надо будет быть в своей стороне, потому что посольство может с вами связываться, посольству надо будет доносить какие-то документы, возможно, посольство будет общаться с вашими работодателями, вы должны будете проходить процедуру по тем врачам, которые указаны в списке приходов к стране, хотя вот в этом пункте я не совсем уверен, потому что, по идее, есть список врачей, которые просто авторизованы медитетами иммиграции для принятия, точнее, для прохождения медосмотра. Возможно, если вы находитесь, не знаю, там, словно говоря, вы из Казахстана, да, вы находитесь проездом в Париже, то почему бы вам не пройти медосмотр парижского авторизованного врача? Логично, логично. Главное, чтобы у вас на руках была медформа прислана неинтересной иммиграцией со всеми вашими реквизитами, из которых вас будут искать ваши данные. Так что вот, думайте, думайте, пробуйте, может быть, что-то получится. То, что информация, какая информация у меня была по этому поводу, я вам ее донес. Всем откланиваюсь и всем хорошего дня. Пока-пока.